Я оставил вас в таком зависе, в подвешенном состоянии. Что дальше? 11 глава чисел, 24 стих. Моисей вышел и сказал народу слова Господня. И собрал 70 мужей, старейшина, и поставил их около скини. И сошел Господь в облаке и говорил с ним. Взял Духа, который на нем, и дал 70 мужам, старейшинам. И когда почил на них Дух, они стали пророчествовать. Тогда они начали пророчествовать. М-м-м, does it say that? You mean English, say it in English again. It says here in English, When the Spirit came and rested on them, they prophesied. Then, but not afterwards. No, but here it says, When God's Spirit came on them, they began to prophesy, but then they quit prophesying. То есть тот момент Бог зашел на них. И проявление такое было в виде пророчества. И было два мужа, которые остались в стане. Одного звали Элдад, а другого Мадад. И как я, наверное, говорил раньше, имена очень интересны в Писании. Does anybody know what the names Элдад and Мэйдад mean? Кто-то знает, что значит имя Элдад и Мадад? Угу, окей. The first name means loved by God and возлюбил Бог. The second is beloved and the first is God loved. Very good, yeah. His name means God has loved. Да, его имя значит Элдад. Бог полюбил. Мадад значит любящий или кто-то, кто привязан к кому-то. Now, this piece of scripture that we're looking at now is very interesting on leadership. It gives many of the things that we need to know about leadership. И очень много мы можем научиться о лидерстве из-за этого. И также вопрос функционирования лидерства. Что мы видим здесь? Мозис имеет эти старейшины. И как мы сказали, они должны быть страх Божий, но они должны быть честны и неразвращенные. И о чем мы также будем говорить в важном факторе — характере. Если вы хотите занять лидерскую должность, вам понадобятся люди с хорошим характером, а не просто с хорошими дарами. очень часто мы говорим о людях, у них есть дар лидерства. Но этого недостаточно. Это хорошо. Но для меня лично, у которого нет лидерских качеств, но у него хороший характер. И так получается, что Бог с моей помощью, либо я с Божьей помощью можем сделать из этого человека лидера. То есть Бог может использовать меня и помочь кому-то стать лидером. Это Божье дело. Это Его Дух Святой. И потому характер в лидере очень важен. И много подобного неправильного я видел. Когда люди занимали лидерскую позицию, но у них не было характера, либо неправильный характер. И также мы видим, что Моисе взял этих 70 старейшин, боящихся Бога и остальных. Они пришли, и Бог взял тот Дух, который на Моисея, на Моисея, и также дал им, вложил в них. И можно здесь увидеть, что с одной стороны Бог дает такой принцип передачи. Если можно представить себе банковский счет, два банковских счета. На одном есть деньги, на втором нет денег. Поэтому вы сделаете банковский перевод с одного на второй счет. Это, можно сказать, перевод. Перевод. И здесь, можно сказать, Бог берет деньги, которые поставил на банковский счет Моисея, и переводит на другие банковские счета. Он делает перевод. И ваша задача как лидеров также в том, чтобы переводить. Перевести то, что Бог дал вам, перевести на другие банковские счета. Да? Чтобы они смогли расти. И уже здесь мы видим этот принцип. Здесь мы также можем найти принцип, когда мы позволяем Богу действовать. И были два этих парня. По какой-то причине они остались в лагере. Остались в стране. Мы не знаем почему, нам не объясняется. Но их имена говорят о чем-то. Первое. Бог возлюбил. И всегда, какое качество следует искать в лидере? Любит ли он Бога? Любит ли он Бога? И испытывает ли он Божью любовь в своей жизни? И Мадад, любящий ли он? Может ли он любить людей? Добр ли он? Проявляет ли он симпатию, привязанность? Эти два качества, которые должны быть в лидере. Должен быть тот, кто любит людей. И если люди постоянно его огорчают как-то, то с него не будет очень хорошего лидера. И по мере того, как мы будем продвигаться дальше, мы будем искать, какие качества должны быть в лидере. Какие качества нужно развивать. И как мы сможем получить эти качества? Как мы сможем узнать, хорошее ли качество какого-то либо человека? Хорошо. И мы просто немного здесь, потому что интересно. Они были из них, которые были в лидере, чтобы выйти в лидере, но не было так. И они профессировали в лидере. Интересно, они, Алдат, Мадаб, были в стании, они остались в стании, но на них также был дух, и они пророчествовали. Бог не ограничен временем и пространством. И эти люди также должны были прийти к скинеру. И они не припадали. И они не пришли, мы не знаем, почему. И все равно... И по-любому Бог дал Свой дух этим людям, двоим. И Бог избрал этих двух людей. И Он их благословил. Мы должны быть послушными. Но возможно, какая-то была уважительная причина, по которой они не пришли. И все равно Бог не оставил их позади, не забыл о них. В книге Иакова, если взять, послание Иакова. В книге Иакова, если вам не хватает мудрости, то просите Бога, который дает без обвинений. Это сказано на греческом. Бог дает без обвинений. То есть, когда мы просим что-то о Бога, Он не подходит к нам и не говорит, ну, в принципе, понимаешь, ты на самом деле этого не заслуживаешь. Потому что ты сделал то или то. И ты не был послушен, кроме того. И ты пришел с Кинни, когда я тебя попросил. Поэтому я тебе этого не могу дать. Нет, Он так не говорит. Если вы просите Бога, тогда Он будет готов дать. И это не является извинением для нас. Извинением в непослушании, когда мы знаем, что нужно что-то сделать. Нужно быть послушным. Здесь можно сказать, две стороны одной монеты, которую нужно понять. И об этом также будем больше говорить. Потому что они пророчествовали в стадии. И один молодой парень прибегает к Моисею и говорит ему. Сплетни доходят такие, начинают расползаться. Моисей! Он не пришел к Скини! И Он там пророчествует в лагере, в стадии. Нужно что-то сделать по этому вопросу. Моисей Моисей говорит, Иисус Навин говорит, «Господин мой Моисей». Иисус Навин, ассистент Моисея. 27 стихе, «Прибегает отрок, доносит Моисею, и доносит на Ладам Мадада, потому что они пророчествуют. Потом Иисус Навин, который в дни своей молодости был всегда с Моисеем, ответил, «Господин мой Моисей, останови это, запрети им». Запрети им. То есть, поползли слухи, и потом следует реакция благочестивого мужа, Моисей, останови их, запрети им. И затем Моисей ему преподает урок, чтобы помочь ему. И Моисей говорит, «Ты что, настолько ревностен, чтобы меня защищать?» Бог это сделал. Если вам нужно кому-то обращаться, то обратитесь к Богу. И он говорит, «Моисей сказал, «И потом Моисей говорит, хотел бы я, чтобы весь народ Господень пророчествовал. И хотел бы я, чтобы Адонай поместил свой дух на каждого». Это сердце настоящего Божьего лидера. Хорошо? «Моисей, я желаю, чтобы все Адонай пророчествовали. И он говорит, «Моисей, хотел бы я, чтобы весь народ Божий пророчествовал. Если вы хотите быть хорошим лидером в Божьем Царстве, тогда в вашем сердце должен быть такой настрой, чтобы все остальные были лучше, чем я. чтобы остальные справились так же само, как я. Но я же тут лидер, я же тут должен пророчествовать только один». Только я один должен благословлять людей. «Я должен делать то или делать это?» Нет. Твоя задача в том, чтобы помочь другим это же сделать. Хотел бы я, чтобы весь народ Господин пророчествовал. Хотел бы я, чтобы Адонай поместил свой дух на каждого из них. «Я бы сказал, что можно маркером выделить линии, подчеркнуть черточкой эти принципы. Потому что у Бога есть план, и вы не можете справиться с Ним в одиночку». То есть найти духовных партнеров. И мы видим, что Моисею Бог дал этих духовных партнеров, 70 старейшим. А с ними он общался. Делился своими сердечными какими-то вопросами. Разговаривал с ними о том, что Бог дал им на сердце. «Я не расскажу об этом. Бог дал это мне, и я буду это делать». Но возможно, Бог сказал тебе это, чтобы кто-то другой это сделал. «Это моя проповедь. Это мое учение. Нет, не твое. Ты это от Бога получил. Это Его. И Он может с этим сделать, что Он хочет. И мы должны быть готовы отдать это дальше». «Духовная самокритика». «Духовная самокритика». «Духовная самокритика» «Это не так легко. Это трудно». Но нам надо научиться этому. Чтобы мы сделали, проповедовали или еще что-то, мы должны сесть потом и критически к этому отнестись. Последний раз, когда я приезжал сюда, так же записывалось на видео это все. И Саша выслал мне DVD. Я посмотрел на одно из DVD, и для меня это было так трудно. Некоторые части были хорошие. Но в некоторых случаях, в некоторых моментах я сказал, надо мне научиться, надо усовершенствовать еще лучше. Поскольку камера, видеокамера и магнитофон или кассета, можно сказать, у них нет никаких предрассудков или предубеждений. Поэтому иногда очень хорошо себя послушать. И, исходя из моего личного опыта, скажу, что иногда это очень болезненно все. Но это хорошо для вашей гордости. И так хорошо учиться. Поэтому мы смотрели одно DVD с моей женой. Я говорил, о, как это все ужасно. А жена говорит, это не так все плохо. Лиса — одна из моих лучших критиков. Она честна. Если хорошо, она скажет, что хорошо. Если плохо, она скажет, что плохо. Поэтому я благословлен. Но нам нужно самим это проводить, самим уметь это делать. И понимать, как мы можем улучшиться. Как мы можем прогрессировать дальше. И затем посмотреть на Бога. И спросить Его помочь нам. Теперь немножко удели внимание о структуре в лидерстве. И для меня это очень трудно. Когда мы говорим о церковной структуре, мы можем дойти до такого момента, когда все будет очень застывшим. И как раньше я говорил, мы не хотим организацию, мы хотим организм. И структура очень быстро может превратиться в организацию. Но все-таки нам нужна некоторая форма структуры. И что происходит в наше время? Нам трудно понять вообще. Каковы ответственности, обязанности лидера? И какова должна быть лидерская структура? Я вам скажу пару вещей только. Но это не все. И не обязательно все это вам нужно применять, взять и применять. Но, по крайней мере, нужно какое-то понимание иметь. И я думаю, что самое лучшее место, где мы можем найти, это в Писании. Как Бог хочет, каково желание Бога, чтобы Его церковь функционировала? И как мы знаем, Бог превознес Иешуа, чтобы Он был Господом и священником. Можем открыть Ивесианам пятую главу. В 23 стихе, потому что муж глава жены, как Христос глава мессианской общины, церкви. Он же спаситель тела. Поэтому, во-первых, нужно знать, кто здесь главный вообще. Это Иешуа. Мы вовлечены, мы занимаемся строением Его царства. А не нашего собственного царства. И очень часто я вижу, когда строят свои личные царства. Церкви в наше время, в современном мире. И это очень сильно меня беспокоит. И нужно за собой смотреть. Я должен за собой смотреть. Что я делаю то, что будет созидать Его царство. Это не мое служение. Это дело не мое служение. Это Его служение. Его служение, которое Он мне доверил. Вот как я на это смотрю. Это, я повторю еще раз, это Его служение, которое Он мне доверил. И я должен функционировать с такой точки зрения. Поэтому, я постоянно напоминаю себе, что для того, чтобы построить Его царство, нужно делать определенные вещи. И только Он один, кто в безопасности содержит тело. Он является спасителем тела. Если мы пытаемся выйти из рамки этого, то тогда тело не будет в безопасности. Тело, как община, не будет, у Него не будет спасителя. Община у общины верующих, которые соединены вместе. Так же, в Голоссянам 1.18. Он глава тела мессианской общины. Он начало. Первенец из мертвых. Так, чтобы Ему занимать первое место во всем. Мы нуждаемся в библейском основании. И это есть это библейское основание. Во-первых, Он есть глава. Ешуа Хамашиах. Он глава. И мы часть тела, члены тела. Мы не главы. Мы не главы. Мы лишь часть тела, члены тела. Так же, как и сам лидер, который также является членом тела. Он начало. Первенец из мертвых. Для того, чтобы Ему быть начатком во всем или занимать первое положение во всем. Когда вы рассматриваете лидерство, то сначала нужно смотреть на Ешуа. Является ли он на первом месте, на высшем месте. И что все наши взгляды сосредоточены на Нем. Евреям 4,14 И поскольку у нас есть великий Коген Гадоль, великий предосвященник, который вошел на небеса, Ешуа, Сын Божий, давайте же и мы будем держаться твердо нашего исповедания, того, что есть истина. Поскольку Он есть глава, Он первосвященник, то тогда мы можем держаться твердо, держаться твердо истины. Если такого не будет, если мы уйдем от такого понимания, от такого состояния, то тогда у нас не будет способности держаться истины. Мы начнем манипулировать, и мы начнем делать что-то за пределами Божьего желания и того, что Он попросил. Если мы начнем думать, что мы можем все сами сделать без Него, то очень скоро мы окажемся в опасном состоянии, положении. Откровение 19, 16. И на Его одежде написано имя «Царь царей», «Господь господствующих». И первое, что нужно увидеть в лидерской структуре, то есть, что Иешуа самый главный здесь. Он босс. Он топ-менеджер, а все остальные… Все остальные, которые над народом, но в то же самое время под главенством Иешуа. И что мы знаем, в физическом мире голова контролирует все тело. И даже тот факт, что моя рука движется, вначале все зарегистрировалось в голове, в теле. Мы этого не видим, но это так. И то же самое должно быть и в наших общинах. Он есть главный пастырь церкви, пастух. 1 Петра 5, 4. И когда придет главный пастырь, тогда вы получите славу. Поэтому это первое, которые мы отметим, первое, на что следует обратить внимание в отношении лидерской структуры. В ней, в структуре, нужно сначала поставить Иешуа первым. Во-вторых, также Господь дал позиции лидеров как служения. Служение лидеров как... Роли лидеров как служителей. Вот так. Как это может функционировать. В Ефесянам 4, 11. Там говорится о четырех ролях лидеров как служителей. Мы не будем в деталях все это рассматривать сейчас. Позже это сделаем. Что важно понять здесь? Что важно понять здесь? Что важно понять здесь? Интересно, что можно вот эти роли, в оригинале так не говорится, но если читать в контексте в правильном понимании, можно сказать, что лидер-служитель, слуга. Помните, Ишуа говорил своим ученикам? Помните? Кто хочет быть самым большим, должен стать слугой всем. Да, помните? Потому лидерство-служение, слуга. Лидер-слуга. И нам также надо это запомнить. В Эфизианном 4.11 говорится об апостолах, пасторах, пророках, евангелистах, учителях. Позже мы будем гулять в них, как я говорил, немного позже. детали изучать. Кто они? И как они вообще функционируют? В церкви. В церкви и в лидерстве. И как вы помните, что эта позиция называется лидер-слуга. И также, насколько возможно, я хочу быть практичным. И если вы чувствуете, что такого нет в жизни, на практике, то можете задать вопросы, как это реально вообще воплотить. И мы это вместе будем изучать. Что мы видим, что происходит в Новом Завете? Или под Новым Заветом? Мы видим, как Павел и Варнава проходят через Листру, Иконию, Антиохию. Это в 14 главе Диани, с 21 по 23 стихи. И по мере того, как они посещали эти новые общины, видим, что они назначают старейшин в каждой общине, в каждой церкви. После проповеди Евангелия в том городе, и так, что многие веровали, стали учениками, они возвращаются в Листру, Иконию и Антиохию, укрепляют учеников, ободряют их, чтобы они остались верны в вере, и напоминают, что через множество страданий надлежит войти в Царство Божие. Я могу даже час проповедовать по этой теме. Я должен сопротивляться этому искушению. И после того, как они назначили старейшин в каждой общине, поэтому можно сказать, что один из первых ссылок на лидерство в обновленном Завете — это ситуация, когда Павел и Барнабас, как апостолы, посещают все эти церкви, и они назначают лидерами старейшин. Что это значит? Мы это рассмотрим. Дальше. Напоминаю, через сколько много страданий надлежит им войти в Царство Божие. Они это делали после молитвы и поста. Возложили на них руки и посвятили их Господу. И из этого можно понять, что лидерство — это очень важная роль. И, как раньше я сказал, у нас есть определенная терминология. Мы говорим о пасторах, о раввинах, о старейшинах, о дьяконах. Также, возможно, об учителях. Также нужно понимать, что вообще значит каждое из этих слов, это терминология. Или же более идеально сказать, что значат эти все слова. Потому что не так важно, на что указывает этот титул, как мы это только называем. Но вообще понять, что подразумевает этот титул, а не то, что он значит уже. И можно сказать, это не только титул, это функция, что он должен делать вообще. Термин старейшина, или слово старейшина, в греческом языке, в принципе, означает старший пожилой человек. И, в принципе, это слово используется в отношении тех людей, которые могут вести мудро, с мудростью. И, возможно, возраст не так важен, а важна зрелость личная человека, также то, насколько он почитает другим, и насколько он желает служить. И как возникла небольшая проблема, и начали искать совета Павла в Иерусалиме. И в Деянии 15, глава 2 стихе, там сказано, «Произошло разногласие и немалое состязание у Павла в Арнаве с ними». И потому положили Павла в Арнаве и некоторым другим из них отправиться по всему делу к апостолам и пресвятерам в Иерусалим. И видим здесь церковь Иерусалимскую. В Иерусалимской церкви уже были апостолы и старейшины. И снова это слово используется, и позже мы снова будем детали просматривать, что это значит. Интересно, если взять в это ситуацию, вот эти старейшины также принимали решение. Интересно, что это термин, слово, которое используется, старейшины или пресвятера всегда используются во множественном числе. Мы понимаем, что это не только один человек, просто один человек. Ну, не знаем тоже за время, сколько их вообще было. Но все же мы понимаем тот факт, что функционирование лидера в общине это не только один человек. И также Павел Тимофею и Титу говорил о качествах, кто может быть пресвитером. Первая Тимофея 3 главе и Тита 1.5. Позже рассмотрим. Интересно, что это не просто предложения, советы, но это такие основные, ключевые моменты в том, как нам оценивать людей. Те, которые хотят быть в такой позиции, занимать эту должность. Давайте сделаем перерыв.